Ребята, приветствую вас! Вы смотрите этот блог для того, чтобы разобраться в вопросах питания. Именно с этой целью я провожу свой проект СуперТело, чтобы вы сумели за две недели через практику освоить систему питания на длительную перспективу, чтобы вы поняли, как питаться сбалансировано, дефицитно по углеводам и при этом вкусно. Это возможно. Именно с помощью такого питания и достигается крутая физическая форма. Переходите по ссылке внизу, через несколько дней стартует новый сезон. Ну а мы с вами переходим сейчас к главной теме нашего выпуска. Это Фрэнк Грилла. Вы просили, вы ждали, многие из вас писали, день курка, Денис вышел, разберите форму этого невероятного человека. Действительно, кондиция феноменальная. Фрэнку Грилла 55 лет. Он играет уже много лет в кино на второстепенных ролях и наконец-то он снялся во время пандемии в фильме, который пострадал немного как раз из-за закрытия кинотеатров, из-за того, что этот фильм не вышел на американский кинорынок, но зато он вышел в остальном мире. По-английски называется Boss Level. В фильме вместе с ним играют крутые актеры. Мел Гибсон, Наоми Уоттс и для Фрэнка Грилла это настоящая победа. Почему так приятно? Потому что фильм хороший. Фильм разворачивается постепенно такими неожиданными, я бы сказал, красками и какой-то душевной глубиной. Если не видели, прямо посмотрите. Только с низкими ожиданиями. Не ожидайте чего-то мега и вы будете приятно удивлены, потому что кино качественное. Но мы говорим здесь не о кинематографе. Мы говорим, конечно, о физической форме. Фрэнк Грилла 55 лет находится в лучшей физической форме в своей жизни, по его собственному признанию. Но, ребята, он готовился не к фильму, как мы очень часто в этой студии с вами разбирали. И вы, конечно, скептически уже с годами стали относиться к людям, которые делают форму к фильму. Фрэнк Грилла тренируется всю жизнь. Он когда-то был фитнес-моделью, позже стал сниматься в кино, в сериалах. И все годы, начиная с детства, когда он занимался борьбой, он поддерживает великолепную физическую форму. Этот человек пример, я считаю, для многих из нас, и в том числе для меня, потому что мне еще пять лет, чтобы достичь его возраста. Пример результата не через короткое усилие, а через долгосрочную преданность этому делу. Информации о его питании, ее не так много. В основном, уже многие годы он сообщает о том, что питается по принципу палеодиеты. В чем суть палеодиеты? В отсутствии злаков и в отсутствии молочных продуктов. В присутствии рыбы, мяса, овощей, фруктов, орехов, кореньев, но никакой обработанной пищи, никаких молочных продуктов, как я сказал, и никаких злаков. Вот что любопытно, злаков, то есть основной источник сложных углеводов отсутствует в палеодиете. Таким образом, на каждом интервью Фрэнк Грилла сообщает о том, что эта диета работает для него. Что мы можем проанализировать, исходя из перечня продуктов? Эта диета не дает каких-либо колебаний инсулина, то есть уровень инсулина остается стабильным. Что без сомнения плюс? Углеводы ограничены. В остальном это высоко белковая, достаточно высоко жирная диета и низкоуглеводная, то есть чем-то напоминающая по своим принципам кето-диету. Как тренируется Фрэнк Грилла на фоне этой диеты? Он тренируется очень разнообразно и в первую очередь делает упор на многосуставные функциональные движения. В его программе тренировок множество упражнений для мышц кора, много базовых движений, жимы, тяги. Он не фанат изолирующих движений, особенно для рук, потому что занимается боевыми искусствами и говорит, что изолирующая работа для бицепсов и трицепсов замедляет и снижает резкость. При этом он делает немало изолирующих упражнений для плеч, но фундамент его тренировочной программы построен на многосуставных функциональных движениях, на множестве движений с весом собственного тела, на очень интенсивной хлесткой работе. И вы видите, как он выполняет эти упражнения, с какой целеустремленностью, с какой энергией. В интернете немало роликов появилось сообщением о том, что у Фрэнка Грилла 5% подкожного жира. Я скажу, что это тоже вряд ли все-таки. У него низкий процент подкожного жира, похоже на 7-8, но в любом случае это крутейший процент. Что мне хотелось бы, чтобы вы вынесли из этого рассказа для себя? Что все-таки настоящая крутая форма строится, конечно, постоянством. Ребята, выработкой своей системы питания, проведением экспериментов над собой для того, чтобы найти тот метод питания, неважно, кета, дробная, с углеводами, без углеводов, корневор или палео, но то, что подходит вам. 16 на 8, периодическое голодание. Найдите свой метод, но не останавливайтесь в попытках понять свой организм и найти свою методику, исследовать ей дальше. Не месяц, не два. Речь идет о годах, а лучше десятилетиях, потому что наша кондиция всегда отражает наш образ жизни на длительном отрезке. Не сегодня, не в этом месяце, не в июне, не в мае, а то, как мы жили годами. Моя форма, которую вы видите уже достаточно давно, перед вами продиктована и обусловлена моим образом жизни, то, как я живу уже много-много-много лет, поддерживая эту культуру. Физическая форма – это культура. Теперь готовим сывороточный протеин с вишней, без добавления воды и молока. Каждый день я съедаю сейчас пачку замороженной вишни. Здесь лежит вся пачка. Здесь 30 граммов углеводов. Кислая вещь, но безумно вкусная. Поехали. Половину пачки замороженной вишни. Нужно, чтобы она начала чуть-чуть оттаивать. И вот в таком состоянии мы высыпаем сюда 30 граммов протеина. И перемешиваем. Практически десерт. Крем-брюле, как растаявшее мороженое. Здесь 15 граммов углеводов из вишни и 30 граммов белка. Теперь блюдо два. Сэндвичи. Я вообще практически не ем хлеб, но это хлеб из спельта. Спельта – это самый древний вид пшеницы. Практически без глютена. Спельта. Зажариваю. Вообще по минимуму. Я их зажариваю. Половинка авокадо. Здесь 70 граммов авокадо, которые я распределяю на хлебе из древних златов. Здесь 150 граммов семги. Здесь 33 грамма белка и 18 граммов жиров. И семгой сверху. Это же деликатесы, ребята. Итак, вы поняли? Авокадо, семга. Хлеб из спельта. И я чувствую пользу для организма. Полезные жиры – наше все. Теперь, когда-то я удалял жиры из питания, теперь я культивирую, ну, дозировано, дозировано полезные жиры. Очень важно есть и не болтать. Вам приходится терпеть, как я чавкаю, ем и говорю. В своей жизни я ем всегда молча. Я концентрируюсь. Я останавливаю все мыслительные процессы и думаю только о питании в данный конкретный момент. Питательную ценность этих блюд вы сейчас видите на экране. Используйте их как инструмент в регулировании общей картины по белкам, жирам и углеводам в течение дня. С помощью коктейля вы можете снизить количество углеводов, потому что здесь белок в избытке, углеводы в недостатке. С помощью этого сэндвича можно поднять количество полезных жиров. Очень важно осознавать общую картину своего питания, навести порядок в долгосрочной перспективе, не на короткий отрезок. Избавляйтесь от подхода. Я сейчас напрягусь ненадолго. Не надо, не работает это. Нужно на длительную перспективу, на месяцы, а лучше годы выбрать для себя метод питания. Еще раз напоминаю о своем проекте Супертело, где вы получаете такую систему питания через практику. Не через чтение или просмотр видео, а через эксперименты над собой. За две недели вы узнаете, как питаться вкусно, сбалансировано и разнообразно. Переходите по ссылке внизу. Проект стартует уже через несколько дней. Всегда нужно испытывать удовольствие от того, что ты делаешь. Без этого форму не достичь. Если ты все время борешься и ненавидишь эту гречу, эту куриную грудку, то формы тебе не видать. На время может быть, но потом ты расслабишься. Поэтому, ребята, надо полюбить. Все, с вами был Денис Семенихин. Огромное вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok